30 октября в зале социально-культурного центра «Луч» состоялась встреча с председателями уличных комитетов. В начале разговора глава города Валерий Катышев подвел предварительные итоги 2017 года. Хочется отметить, что несмотря на сложное финансовое положение области, сложное финансовое положение города, нам не достаточно много удалось сделать в этом году, что касается планов благоустройства. У нас впервые за последние 30 лет благоустроены были три двора. Работы сейчас закончились. Это улица Иванова Саина, 16, сеть Улиганска, 3, предназначение 39. Я думаю, что вы не увидели, как там неплохо все сделано. Это у нас федеральная программа, которая была принята по предложению президента Российской Федерации, Путин Владимирович. Далее у нас в апреле месяце, в мае, вернее, месяце справились по благоустройству городской следы. У нас выиграл проект «Набережная реки Коскромы». 4 ноября, в День народного единства и Казанск будет открывать торжественно этот объект благоустройства. Я думаю, что вы, наверное, многие видели, как там набережная преобразилась. Это все сделано трудами наших жителей, на субботниках и подрядной организацией нашего города, водорожников. В принципе, набережная, считаю, что получилось и будет считаться, я думаю, что не без украшения нашего города. В этом году мы, в принципе, закончили работы по привокзанной площади. Тоже площадь стала таким одним из мест, с подтверждением выявляя. Что касается дорожных работ, то в этом году, к сожалению, средств нам выделено было немного, при этом 8 миллионов. Мы сделали перекресток улицы Красной Армии, улицы Октябрьской революции и улицы Красной Армии. На будущий год мы планируем, чтобы все это было среди денег больше. И мы планируем как работу по транзитным улицам, поскольку транзитный профиль через город стал очень большой. И дороги там, где ездят большие грузы, не выдерживают нагрузки и разрушаются очень быстро. Мы хотим, чтобы по нашему предложению область приняла программу по реконструкции транзитных дорог. Надеюсь, что деньги будут нам выделяться. У нас есть порядка 10 километров транзитных дорог. И я думаю, что года за три хотелось бы их все-таки выполнить. Это и улица Треть-Интернационал, и улица Евгеньевская, у нас является транзит. Карла Марса, 1 мая, Вологодская, Дзержинского, вывезду знака в сторону Любимых. Улица Некрасова, он нам предстоит, конечно, еще по департаменту дорожного хозяйства, так сказать, по работе в этом плане. Значит, сейчас у нас проект ремонта моста уже подходит к своему завершению. Это мост через реку Кострома. Я думаю, что ближайшие полумесяца мы получим результаты и будем пытаться получить первое ответственность для ремонта данного моста. Следующее у нас, конечно, мост через реку Кострома. Тоже надо приводить в порядок подъезда к этим мостам. В этом году нам еще было за счет облазнение выделенных сверхъемных отремонтированных подъездов к нашему. Что касается выделенных труда, то у нас и в прошлом году нагрузка 0,6% безработных. Конечно, вакансий еще очень много, но люди часто ищут работу, которая их устроила. В этом году у нас, кроме бочка строительных компаний, прибывших в ТНК, все эти предприятия работают. У кого-то есть планы развиваться. В этом году у УКО РФЗ набрало порядка 40 человек. На будущий год они также планируют увеличение объема производства. Достаточно стабильно работают железнодорожные предприятия, хотя мы в этом году получили дворец стабильного железнодорожника, который обойдется городу на следующий год, как это 20 миллионов будет задержать. В этом году цифра поменьше, там практически 3 миллиона. На будущий год цифра выросла в 4 раза. Железнодорожники продолжают вести планомерную работу по передаче социального сектора на муниципальный город. В этом плане у нас с губернатором мы с теми договорились, область нам поможет. В плане содержания инфраструктуры у нас объектов на сегодняшний день достаточно много. Что касается городской среды, то будет на будущий год у нас по плану ремонт аллеи подведок. Там порядка 4 миллионов был проект, но его требуется подработать. После этого у нас на 19-й год это устройство скейт-парка. Я думаю, что с реконструкцией набережной по реке Версик в районе Спартака. Потому что на сегодняшний день у нас количество занимающихся выросло за последние 2 года на 30%. Людей, которые занимаются спортом, физкультурой, здоровьем стало намного больше. Это отрата кратных. Сделаны две спортивные площадки. Третья и седьмая школа. И в районе улицы Некрасова. Бывшие хоккейные площадки. В будущий год мы планируем для третьей работы провести по устройству спортивной площадки в районе Закаскарного районного района 5-й школы. У нас, в принципе, все школы будут оборудованы открытыми большими спортивными площадками, на которых будут заниматься и, известно, молодежь, которые живут рядом. И молодежь, и гражданство. Работу в этом плане будем продолжать. Проблемы, конечно, у нас финансированы очень серьезно в этом году. Мы будем недофинансировать, поскольку местный бюджет. Планы, конечно, гораздо больше, чем возможности для их решения. Государственные услуги в электронном виде – вопрос актуальный, но пока констатируется тот факт, что, к сожалению, их получение в электронном виде недостаточно быстро набирает популярность среди населения. О том, какие услуги и как их можно получить, собравшимся рассказала старший специалист многофункционального центра Светлана Комова. В нашем филиале работа от зала приема заявителей, в котором находятся 9 окон, 7 из которых осуществляют специалисты, ведущие прием государственных услуг, и 2 окна ведут специалисты по муниципальным услугам городского округа городов. Для максимального комфорта посетителей оборудованы следующие секторы. То есть это сектор информирования, где есть вся информация, предоставленная на стендах, и информат, в котором можно уточнить, какие услуги оказываются, и по перечень документов. Также можно получить информацию по Федеральной службе судебных приставов о нахождении на исполнении по исполнителям производства в отношении физического и юридического лица. Напомним, что многофункциональный центр по предоставлению услуг населению находится по адресу улица Ленина, дом 3, вход со двора. Консультацию можно получить по телефону 4-20-17. Об услугах, которые оказывает Буйская центральная районная больница, рассказал ее директор Игорь Нефедов. Значит, первая услуга – это запись на прием к врачу. Далее – это прием заявлений и постановка на учет при доставлении информации по лекарственному обеспечению отдельной категории граждан, имеющих право при доставлении набора социальных услуг. Это лицензирование фарм-деятельности, это лицензирование медицинской деятельности и лицензирование по обороту наркотических средств. В ближайшее время будет еще одна государственная услуга – это выписка электронного рецепта. Когда человек приходит на прием к врачу, и врач выписывает рецепт не на руки, а выписывает вот по компьютеру, и этот компьютер, и из этого компьютера вот по интернету уходить в аптеке этот рецепт. Это ориентировочно так. Сейчас это не работает. На сегодняшний день, значит, для граждан, для населения работают двух услуги следующие – это для запись на прием к врачу. А как можно записаться на прием к врачу? Можно позвонить в пол-центру, номер телефона, если интересует, можете записать 8 800 450 03 03. Можно записаться через инфомат, который стоит у нас в холле около регистратуры. Там, в принципе, нужен только номер полиса, с которым гражданин приходит. Обычно, значит, мы просим, чтобы граждане приходили и имели с собой следующие документы. Это паспорт, полис и СНИЛС, пенсионные сферилизации. Имея полис ОМС, можем забивать информацию, где набираешь номер полиса, и можно записаться к любому врачу, который у нас принимает. А в целом, по информату можно записаться в любое учреждение области, которое там создает информацию. Там практически всякая странская область. Есть девушки, которые, когда много народу собирается, когда у нас как бы около регистратуры девушка выходит, она может помочь, как это сделать. Значит, инструкция по шагу у этого полинформата, она на стенке есть. На сегодняшний день медицинское обеспечение, оно выглядит примерно таким образом. Если гражданин почувствовал себя резко плохо, он вызывает скорую помощь. Скорая помощь обычно обеспечер выясняет, насколько срочно нужно приехать, потому что едва видно медицинской скорой помощи. Это когда срочно мы должны приехать, до 20 минут к пациенту, да? Либо, если это не так срочно, но скорая помощь вырещается, это неотложная медицинская помощь, то этот вызов должен быть не более двух часов. То есть скорая помощь может приехать не дольше, чем два часа, но это вот не экстренный случай, да, а неотложная помощь, когда время терпит. Далее, если человек заболел, но почувствовал себя плохо, и он не может прийти в поликлинику, он может вызвать на себя врача. Врач приходит, как правило, в этот же день, значит, заездным исключением, приходит в этот же день и может выписать любой рецепт, значит, антибиотиков, там, да, или по других препаратам. И третий, это на прием к врачу. Это плановое релье, когда, значит, вам по какому-либо вопросу нужно прийти к врачу, но это не требует вот такого какого-то экстренного случая, да, это запись, электронная и электронная запись к врачу. В течение двух недель, как правило, вы можете попасть к врачу. Значит, как правило, это две недели. Значит, на сегодняшний день еще хочу сказать о том, что есть выписка рецептурного отпуска из антек лекарственных препаратов. На сегодняшний день вот такая напряженка, она поспала. Значит, у нас основные были первые две недели, когда, значит, население пошло выписывать рецепты, да, на все рецептурные отпуска. И у нас, конечно, было очень сложно, потому что врачей от этого у нас не прибавляется. У нас работают пять врачей участковых, значит, и дальше, в следующей неделе уже было меньше, сейчас практически проблем особенных нет. Значит, вот я даже сегодня в Крепейке несколько раз проходил, в больших очередей врача нет. Ближе всех к народу из стражей порядка участковые. О службе подразделения участковых уполномоченных доложила начальник подразделения Анна Молодцова. Значит, на конец учетного периода у нас по штату 16 участковых уполномоченных, но, к сожалению, службу несут у нас практически в два раза меньше. Часть участковых находится в командировке в Северо-Кавказском регионе, обучение проходим в Твери, вот, соответственно, проходим также курсы повышения квалификации. Но все вопросы решаемые. Если нет участкового на территории, то у нас приказом закрепляется другой участковый со смежного административного участка. Если возникают у вас какие-то вопросы, соответственно, звоните мне, мой телефон не изменяться, телефон я вам каждый раз при встрече, да и мой телефон есть на связи, поэтому звоните, все решаемо. Значит, за 9 месяцев 2017 года участковым уполномоченным было пресечено 1729 административных правонарушений. Эта цифра достаточно большая, данный показатель значительно выше среднего областного показателя на одного участкового уполномоченного. Раскрыто нами 80 преступлений. Категория преступлений саморазлична. Это и причинение вреда здоровью средней тяжести, легкой степени тяжести, это и имущественные преступления, кражи, пробежи, разбои и так далее. Поэтому, ну и, соответственно, другие преступления, которые входят, это по лицам, состоящим в административном надзоре, под административным надзором, вот, это 314 уголовного кодекса, то есть участкового уполномоченного. У нас в нашей деятельности порядка 15 из составов преступлений, которые вправе мы выявлять и, соответственно, передавать в органы кознаниям. Рассмотрено нами 5139 материалов. Это довольно-таки тоже большая цифра, по которой мы принимаем либо процессуальное решение, выносим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если нет состава преступления, либо передаем в органы кознанию следствия, если есть состав преступления, который, соответственно, подходит под наши органы кознанию следствия, списано номенклатурное дело. Иногда вам приходит уведомление о том, что списано номенклатурное дело, но это не говорит о том, что проверка не проводилась, проверка проведена в полном объеме и признаков состава ни преступления, ни административного правонарушения не выявлено. Анна Валерьевна призвала граждан быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников. Нечистые на руку граждане применяют новую практику обмана, присматривают жертву в местах большого скопления людей, например, на рынке. Если понимают, что у человека есть денежные средства, то следят за ним и в подходящий момент идут на контакт, в результате которого завладевают деньгами потерпевшего. Десять месяцев на территории города работает предприятие «Полигон». занимающиеся вывозом мусора. Начальнику Буйского подразделения этого предприятия Сергею Брезгину собравшиеся задавали вопросы, касающиеся установки контейнеров, вывоза крупногабаритного мусора. Поскольку город не имеет своего полигона, и в ближайших регионах находится в Галищах, поэтому трёх коммунальных отходов вывозят туда. И там размещается. Мы планируем, что в 2017 год трёх коммунальных отходов, это не крупно говорить, это трёх коммунальных, которые по контейнерам будет вывезено минимум в два раза больше. То есть жители, как вы, перевыполняют диманку, в два раза больше, а тариф не меняется. То есть тариф рассчитан с 54 тысячи, а мы вывозим в 115 год, чтобы было понятно. То есть даже в Галище, вот там работает полигон 7 лет, я там, к сожалению, в случае, может быть, тяжелее, всего лишь с апреля месяца. Они в течение 7 лет как-то сформировали объём и сезонный, и годовой. Ну, честно говоря, вызывают некие другие времени, что-то будет сколько-то, много. Накапливается, да. Просто обычно к ноябрю, вот к ноябрю месяц, объём снижается в 2 раза. То есть уже, ну, не так много его. И даже уменьшают периодичность рейсов. Понятие самого крупного говорить, ну, самое мусор, это не деревья, это не кусты, это не трава, не ботла. Вы говорите, ну, мусор, это мебель, водовая техника. А я сейчас, а я у нас, у вас. Я сегодня ехал по третьему интернационалу, это просто всё, да. Тем более сады рядом, вот зелёные вот эти все, как спил деревьев, трава, ботва, сейчас капусту понесут. Я всё понимаю, ну, куда-то надо её надевать. Ну, это не ходит в старею, это не крупный габарит, это не санкционированный свалкой по ЕЛЕЗО, это должны штрафовать. Да, культура обращения с отходами, трава очень сильно. Но не надо в систему вводить, я понимаю, если там, ну, вот по третьему интернационалу я живу, я домой постоянно гадаю, ну, там прямо деревья, ну, с ягодами, я брыг, и вот там, пустыть, прям сажать. Ну, всё, как они. Единственное, официально не убираю. Потому что все посмотрели, что там лежит. Там спилели, да, делаю рощу. Номер телефона предприятия «Полигон», по которому жители могут обратиться для решения вопросов вывоза мусора, 4.08.09. В ходе обсуждения работ по благоустройству городской территории, исполняющая обязанности директора службы муниципального заказа Ирина Бодрова, довела до сведения участников встречи направления деятельности предприятия и назвала городские объекты, находящиеся в ведении службы муниципального заказа. Это организация благоустройства территории округа, организация обустройства мест массового отдыха населения, дорожная деятельность отношения, дорогов местного размещения, организация ритуальных услуг и содержания местоправления, организация сбора вывоза от этого по промышленным подхода, определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений города Буэн, показания муниципальных услуг по выдаче правдивной закрытой разрешения на производство земляных работ, определение основных задач, функции полномочий Единой диспетчерской службы и ДДС. Основным видом деятельности все же является работа по благоустройству, по организации работы по благоустройству. Что в это понятие входит? Значит, это работы по освещению улиц, извинения территории, размещения и содержания малых форм, планове строительства, содержание пяти городского округа, содержание парков, скелера, скелера, вывозь, утилизация для ручей деревьев, благоустройства, дворустройства, здесь, надо сказать, которые не запрещены, то есть не отбеженные, когда мы находимся. Это касается многокративных данных. Содержание зеленых трон, снос, помоя, сзади работы, уборки местно-странированных свалок, установка кондеймерных площадок, площадок на въездах, что было сделано, когда налаживалася новая система вывода. Понимая основного, как это деятельность, благоустройства, учреждения отправят, существуют другие деятельности, такие, как текущий ремонт, и содержание дорог, эксплуатация дорожных сооружений, на собственные репетиции, проводные устройства, дорожных оснований, портретий. И, соответственно, под этим полномочиям, учреждениям, переданным на баланс, основные средства. Это автомобильные дороги под тяжелностью 107,6 километра, из них 33,6 километра с асфальтовым покрытием, и 72,7 километра с третого покрытия. Пять мостов, светофонные объекты, шесть, 54 дорожных знаков, дамы 8, памятники, парки, скверы, площади, линейные, уличное освещение, сети 68,90 километра, светильники, 2354 штуки, оборудование, деревья, площадка, на шести территориях, колодцы, 5,117 штук, два кладбища, пожарные водоемы, 21 штука, и пожарные гидранты, 75 штук. Получаемую на подобных встречах информацию председатели уличных комитетов, а также старшие по домам, для которых такие мероприятия также организуются, доводят до сведения жителей. Кроме этого, помогают горожанам, проживающим на подведомственной уличному комитету территории, решать те или иные проблемные вопросы.